20 февраля 2014 года. Этот день стал самым кровавым в истории украинских протестов. Тогда во время Майдана было убито 48 активистов, четверо бойцов Беркута, 173 человека получили огнестрельные ранения. Во время кровавых событий на Майдане пост министра внутренних дел Украины занимал Виталий Захарченко. Как вообще такое стало возможным и что просмотрели спецслужбы и политики? Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из эксклюзивного интервью, который дал нашему телеканалу Виталий Викторович. Подготовка к перевороту осуществлялась методично не один год. Действительно, политики просмотрели. Когда 18 и 19 февраля Майдан мобилизовал свои силы и направил эти силы на штурм правительственного квартала, тогда состоялись первые нападения, в том числе и вооруженные нападения на сотрудников органов внутренних дел, тех, которые осуществляли организацию правопорядка вокруг и непосредственно внутри правительственного квартала. За эти два дня было ранено из огнестрельного оружия 86 и погибло 14 сотрудников органов внутренних дел. И вот когда сотрудники начали оттеснять нападавших, тогда они вплотную приблизились к Майдану. И вот это можно в определенной степени считать пресечением противоправных действий со стороны митингующих, а по сути дела радикальных сил, экстремистов, которые осуществляли преступления в отношении сотрудников милиции и вообще в органах власти и управления в государстве. Но тогда не хватило сил по разным причинам зайти на территорию Майдан и осуществить зачистку Майдана. Несмотря на то, что я на этом настаивал, то есть я говорил зайти, коль уже пошли в атаку и начали наступление, необходимо было зайти на Майдан и Майдан зачистить. Но этого не произошло. Майдан